Сан-Франциско Как тогда казалось, безвозвратно утраченного Освящал его архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн Максимович Собор всех скорбящих радости стал последней кафедрой владыки Иоанна Которого зарубежная церковь в 1994 году причислила к лику святых А летом 2008-го он был прославлен уже единой русской православной церковью Для общецерковного почитания Мощи святителя, окормлявшего в Югославии, Китае и Америке беженцев из России Покоятся в усыпальнице храма Я знал Владыкиан еще при жизни Мальчика прислуживал потом взрослым И когда он умер в Сиатле Я один из людей, которые привезли его тело сюда В Сан-Франциско Письма я получаю как староста Каждую неделю целая экипа писем Со всего мира, из России, из Южной Америки И из разных стран Европы Люди просят помощи Люди описывают чудеса, связанные с Владыкой Русская община в Сан-Франциско Одна из самых больших в Америке Среди прихожан представители всех трех волн русской эмиграции Ольга Шкуру, внучка знаменитого белогвардейского генерала Протерей Илья Винь, скончавшийся прошлым летом в возрасте 111 лет Служил в соборе всех скорбящих радостей со дня его основания Его сын, дети и внуки – постоянные прихожане этого храма У меня два сына Самый старший, Александр, родился в 61-м году Второй сын Илья, имя, папа И родился в 62-м году А они русский язык знают? О да, законодательский гимназий И ходят в церковь? О да, ходят в церковь, да 18-летний граф Николай Шереметьев Прихожанин храма уже в третьем поколении Я тут родился, в Америке, в Сан-Франциско У меня отец Георгий Александрович Шереметьев Мать Мария Николаевна Ревудская В семье я всегда говорил по-русски Я вырос, говоря дома у себя по-русски В русскую школу ходил, учился И, в общем, всю жизнь по-русски говорил С друзьями иногда стараюсь по-русски говорить Меня всегда учили родина, мать, Россия